с я еще запущу здесь в фейсбук здрасте дамы и господа дамы и господа начинаем сегодняшнюю трансляцию которая посвящена эзотерике которая называется таинственные глубины путешествия в мир эзотерики и сегодня я постараюсь и ответить на ваши вопросы и сделать так чтобы вам было интересно и так инга бруцкая андрей андрей добрый день расскажите если можно про значение змея в различных направлениях эзотерики змей считается элементом блуда если вспомнить саму идею то идея которая заставила съесть плод то это был плодом который в дальнейшем заставил больно рожать но до этого если рассмотреть сам вопрос и саму историю то можно понять что в эдемском саду находилась только адам и только его то есть адам и ева находились и у них не было детей но потом появился змей и после того когда запретный плод был съеден появились дети которые начали рожаться в страшных мучениях и болях именно поэтому в эзотерике змей является элементом блуда то есть когда змей человеке находится то у человека появляется желание желание сексуальных отношений желание чуки также существует ряд эзотерических практик которые устраняют блуд какие-то практики человек выполняет вот такие упражнения делая выдох и представляет будто с половых органов из него выпадают змеи которые имеют красивый цвет но с головами тех людей которые человека беспокоят при этом человек их ногами вот так от себя отбрасывает и считается что если мужчина или женщина не могут забыть другого человека если навязчиво на человека у человека приходят навязчивые идеи которые связаны с таким человеком то это считается все элементом проявления вот такого блуда и для того чтобы избавиться от этого этаж очень часто мешает человеку и для того чтобы избавиться вот как раз и необходимы вот такие механизмы которые используются в эзотерике еще считается что для того чтобы не было блуда как вообще проявляется блуд читая допустим а гриппу кельнского мы можем в древних рукописях прочитать о магии всевозможные которые там может производиться и такие тайные книги вы скорее всего не читали я даже сомневаюсь что кто-либо когда-либо открывал такую книгу она есть это фолианты тем не менее можно прочитать она издана есть в нескольких таких изданиях к сожалению издания на русском языке нет есть на английском и на немецком ну и там сама гриппа он говорит следующие слова он говорит существуют женщины ведьмы эти женщины создают у себя желание это желание проникает в кровь после этого они создают это желание в глазах и из глаз в глаз могут послать это желание дальше объясняется что при этом необходимо представлять таким образом человек становится настолько порабощенным а это уже называется приворот и вот такой приворот он делает человека страдающим то есть когда бы человек не думал о чем-либо у него на протяжении дня любая мысль заканчивается о том что ему у него появляется желание в отношениях мужчине или в отношении к женщине ну и есть целый ряд методов и техник которые помогают избавиться для того чтобы у человека не было такого приворота человеку советует на правой руке носить серебряный браслет который абсолютно круглый или железный также серебряная серебряную монету ложить в туалет или рядом с кроватью особенно у мужчин также считается что горечи всевозможные такие как полынь зверобой такие как допустим такие как допустим там они он говорил о ревене они способны устранять вот такой вот приворот ну и так далее таким образом можно сказать боитесь приворота положите серебряные монетки в туалете рядом с кроватью носите на себе серебряный браслет на правой руке или железное металлическое кольцо или даже браслет желательно на правой руке это будет таким талисманом или амулетом от приворотов ну и змей в этом случае является элементом желания если носить человеку змея то такой змей на человеческом теле или над или в виде талисмана будет обозначать желание которое будет заставлять человека иметь это желать то скорее всего случае если вы будете носить змея то к вам желание не проявится а вот вы будете всех желать таким образом носить такой талисман считаю не очень благоразумно вообще змей является в направлениях эзотерики проявлением сексуального желания мир в доме у юлии спрашивает кстати забыл сказать а давайте-ка сегодня поздравим за слово за слово признательность на прошлой неделе мы проводили такую викторину или такой розыгрыш я хотел и дарю сегодня первую обновленную ступень эзотерической школе кайлас победителю человеку который написал слово признательность под данным видео им является алексей босевской его канал называется аристократ босс он получает от меня в подарок первую ступень эзотерической школы кайлас также хочу дать волшебное слово сегодняшнего сегодняшнего нашего вебинара и хочу объявить конкурс и слово которое мы будем писать будет называться первая ступень школы кайлас или будем писать первая ступень вот напишите первая ступень и обязательно в следующем вебинаре я объявлю победителя или человека который выиграл этот конкурс и подарю первую ступень 2023 года поэтому не забудьте в конце после того когда видео закончится написать слово первая ступень школы кайлас или просто первая ступень и я выберу на следующей неделе человека который получит от меня первую ступень 2023 года и тут такие слова что даст вам обучение моей школе первой ступени и так моя школа это место где открываются двери в мир невидимого и невидимого неведомого и мистического здесь каждый ученик обретает уникальные навыки и знания которые могут применяться на практике причем мгновенно после первых дней обучения вот основные аспекты обучения понимание влияния миров изучение взаимодействия интеллектуального небесного и земного миров понимание как они влияют друг на друга развитие естественной силы вы научитесь управлять удивительными вещами с помощью естественной силы раскрывая тайные замыслы увеличите свое материальное благополучие победа над врагами обретете способности для победы над противниками снижения влияния негативных факторов вашей жизни исцеление и здоровья изучите методы изгнания болезней сохранения здоровья продления жизни и избавления от старости обретения молодости пророчества и предсказания разовьете способность предсказывать будущие события практические примеры я приведу конкретные практические примеры объясню каким образом это влияет также объясню как влиять на человека сон каким образом эзотерически можно программировать судьбу почему ваши мысли не визуализированные не исполняются как исполнять желание почему я решила провести обновленную первую ступень я решил это делать потому что я столкнулся с такой проблемой свое время я думал что людям необходимы ключи то есть люди не хотят изучать философию жизни им не нужна практическая психология и я думал что достаточно давать определенные ключи помните мои ключи приставил дулю на капоте доехал от пункта до и милиция не остановила или приставил то-то то-то доехал и поставил свою машину после всегда будешь везде без очереди я там объясню как дом продать как там еще что сделать объяснял как привести себя в порядок там панические атаки и так далее сделай так представь так получишь вот так со временем я понял что не хватает философии я начал давать дополнительно философские доктрины вы наверное их помните это слова я ни при чем не дари любовь ближнего почему это необходимо делать и так далее таким образом появилась уже первых две ступени то есть первая ступень и обновленная первая ступень если сравнивать информацию то она критически или категорически разная а потом со временем я понял что если я не буду давать само миро устройство то есть как или где находится астральная энергия как появляется астральная энергия с чем связаны эти четыре элемента которые говорится в эзотерике как это связано с планетой что такое номера логи нумерология как это может помочь влиять то есть давать конкретно начало или начала мира строения как человек коммуницирует с богом если необходимость это делать почему наши мечты не исполняются а все происходит полностью не так как мы хотим почему человек плохо спит откуда берутся психические заболевания как происходит влияние на человека почему мы агрессивно относимся почему в семьях не получается любить близких и вот это все мироустройство начиная о том что же такое астральная энергия как ей управлять что такое ментальная энергия как работает эфирная энергия где находится дворец небесных драгоценностей как развить в себе везение и успех как сделать так чтобы стать могущественным сильным ярким проницательным молодым и так далее это все дает нам вот такое обучение потрясающее невероятное обновленное с новым дыханием и с новым миром эта ступень которая буду проводить уже на следующей неделе в среду поэтому приходите буду рад вам она платная перейдите на мой сайт он указан в шапке моего профиля если вы смотрите в тик ток или фейсбук и сможете приобрести мою обновленную первую ступень эзотерической школы кайлас ну и конечно если это вам не подходит не переходите не смотрите ну и гудбай как говорится и так мир в дом июле здрасте уважаемый андрей дэй сыну дмитрию 32 года не женат но очень хочет внуков а вам очень хочется внукам ваша ученица низкий поклон вам андрей андрей за ваши знания очень признательны если ответите ваша сына как зовут будут у дмитрия дети будут как будут покажите как выглядеть будет его жена в которой он будет жить его жена будет выглядеть немножечко невысокая немножечко полноватая глаза светлые волосы более такие вверх в пучок когда познакомиться потом будут но более светлые детей родит сначала мальчика это произойдет где-то ну уже через год-два вот таким образом кул ватчер упадут ли скоро цены на недвижимость нет перед и приеду ли я с братом в швейцарию да но стоимость недвижимости быстро не упадут марина герлинг уважаемый андрей андреевич подскажите пожалуйста если эзотерический метод против косоглазия да такой эзотерический метод есть но здесь сразу же такой вопрос кто будет это делать ребенка там просто элементы такие которые в которые вложена и работа с чувствами к этому человеку и это называется дисплеем то есть берутся руки ставятся у ребенка на на уровень его висков при этом представляется при этом представляется дисплей вместо на лбу у этого ребенка при этом представляется между левой рукой и правой рукой проходящая через его височную область нить этих нити необходимо представлять четыре то есть в виде ромбика необходимо представлять при этом необходимо представить два глаза которые находятся на этом дисплее которые касят в определенной плоскости ощутить состояние доброты и делая медленные движения вот таким образом представлять будто глаза становится ровно детства или в одну сторону или в другую делается так как только ровно стали ощутили доброту руки убрали потом снова приложили снова покрутили руки убрали в день так необходимо делать за один подход 30 40 50 раз подходов таких необходимо делать ну два хотя бы можно ли дистанционно можно но для этого необходимо первое абсолютное желание по отношению к тому что вы будете это делать второе то есть ребенок должен согласиться именно он а не мама дальше второе у вас должно быть теплое отношение к этому ребенку ощущение будто вы его обожаете и у этого ребенка должно быть теплое ощущение к вам и это ощущение должно быть то таким как будто вы его любите и очень хорошо как будто он вас любит очень хорошо тепло нежно с любовью к вам относится таким образом если это все будет присутствовать то дистанционно еще одно но если там можно положить и прикрутить по 30-40 раз то дистанционно нужно делать не менее но от 10-15 минут тоже можно делать желательно это делать в то время когда ребенок бодрствует а еще не спит светлана новикова здрасте андрей андрей скажите а еще есть у а гриппы нет него гриппы кто же там писал то у корнелиуса правильно генри корнелиуса гриппы точно точно да у него есть некая такой некий совет который он дает там своей книге я правда не помню word wisdom как-то так вроде бы возвышая возвышенная культная философия и у него есть некая такая некий совет такое говорит если у человека есть проблемы с ногами человек должен утром на ночь искупаться ночью поспать а утром как только он проснулся он должен поставить ноги в таз и водой которая ночевала рядом с ним в таком красивом белом желательно кувшине непрозрачном и глиняном на котором должно быть написано это мой бог на иврите но можно просто йод что было написано рука бога этот человек должен начать делать вот что если в обычное время он умывается там каким-то особым образом то для того чтобы вылечить глаза он должен сделать так он должен поставить ноги в таз и вот этой левой рукой держать вот такой кувшин лить себе на руки и обмыть левую ногу чистую предварительно потом правую после чего взять этот таз пойти там в нужное место и 10 или 20 раз обмыть лицо и особенно этой водой умыть глаза и он там утверждает опять таки хочу сказать что это не мое мнение это а гриппа написал в книге об оккультной эзотерике и это не мой совет то есть если вам это необходимо используйте если нет необходимости не используйте и вот он сказал о том что таким образом можно излечивать человеку глаза поэтому вы можете попробовать если у вас получится можете попробовать излечить свои глаза вот таким невероятным образом мне будет интересно светлана новикова добрый вечер скажите как мне не зацикливаться на отношениях с подругами устранять навязчивые мысли очень тяжело с этим жить смотрите у человека есть два элемента первый элемент называется серотонин и второй элемент называется дофамин когда у человека высокие когда у человека низкий дофамин то у у него появляется депрессии у него появляется тревожность когда у человека высокий серотонин то у человека смотрите наоборот дофамин возбуждает если у человека высокий дофамин то у человека появляется маниакальное состояние а если высокий серотонин то у человека появляется тревожность ощущение усталости и так вот считается что в случае если у человека навязчивые идеи то это говорит о том что у него высокий серотонин что необходимо делать его необходимо снижать каким образом его необходимо снижать так садитесь складывайте ножки ли можно на стуле с открытыми или закрытыми глазами делая более длинные выдохи и более короткие вдохи просто сидите на за секайте время от 1 минуты допустим до 10 и старайтесь в это время не шевелиться думать в это время можно о чем захотите вот о чем только взбредется даже о своих навязчивых идеях если так использовать медитацию то ваши навязчивые идеи по поводу суп подруг исчезнут вторые второй вариант как можно еще использовать метод смотрите если у вас очень сильные навязчивые идеи то можно смотреть которые связаны со страхом то можно смотреть на кончики пальцев ног тогда эти состояния исчезнут в третий вариант если вам очень плохо и у вас навязчивые идеи смотрите сложите руки перед собой и смотрите 45 градусов от кончиков пальцев вверх при этом можно представлять красивый золотой дворец в небе это тоже помогает добрый вечер уважаемый андрей все участники вебинара хотела уточнить как лучше практиковать денежные снг можно ли через день чередовать разные можно в один день делать разные что может произойти если человек использует мои денежные снг я или какие-либо другие снг я он должен знать то что расходуется как правило мы расходуем больше всего состояния чувств и ощущение которое вас может происходить после выполнения эзотерических практик это ощущение как будто вы истощены то есть нет чувств нет радости никакой и так далее а каким образом дальнейшем необходимо увеличивать радость помните мои слова о психической энергии я говорил психическая энергия возникает тогда когда человек удивляется радуется восхищается когда он обнимается трогает кого-то когда он слушает музыку не эмоционируя то есть он внешнюю эмоцию берет чужую эмоцию от музыки но сам как бы до нравится и в этот момент я хочу вспомнить такие моменты знаете очень часто бывают такие видео где очень красиво танцуют люди конкурсы какие-нибудь и в какой-то момент у человека который смотрит появляется аж мурашки по телу такое ощущение как будто прям аж аж в дух забивает такое ощущение как будто просто нереально красиво нереально вкусно нереально восхитительно потрясающе и тогда и в этот момент вы должны знать что вот это ощущение которое вы испытываете это их создана и выплеснутая психическая энергия в этот момент в эту энергию получили и с такого видео много людей будет получать но я хочу вам сказать о выгорании таких людей такие люди очень часто после вот такого яркого концерта он душевный у них там эмоции они просто преобладают там у людей которые смотрят эмоции преобладают и вы смотрите это в тишине удивляйтесь но не создавайте эмоций поглотить эти эмоции они все равно их отдали такие эмоции но это один из таких принципов который поможет вам увеличить психическую энергию и вот эта психическая энергия от нее зависит потом практике то есть прочитали там тысячу кодов моих то вам нужно брать психическую энергию а где ее брать нужно учиться и и замечать то есть учиться замечать или брать ее можно во внешнем мире в отношениях в себе находить ее или котел построить какой-либо там ваджарные или этом сублимации для того чтобы этот котел сам давал и накапливал вас эту энергию но это для обычных людей ну очень сложно делать то есть человеку можно прочитать мантру тому мани под мухом от эгоизма или там видян дыхи махешвари самастомат хидам дыхи или макила дыхи мдахими пармешвари для при оттяжении в жизни денег и это может создать у него условия что он на всех рычит на всех гавкает сил нет вечером засыпает не может проснуться то есть полное тотальное истощение поэтому очень важно накапливать психическую энергию это прямо номер один а читать можно хоть тысячу в день виктория богданова так виктория богданова здравствуйте уважаемый андрей андреевич и еще пожалуйста скажите получится у меня приобрести платную ступень до доброе утро называется так называется так канал человека огромное спасибо за школу отдельное спасибо за мазь от трофической язвы антитров масть называется да очень много людей написала мне спасибо за эту мать я хочу сказать что это одна из самых потрясающих мазей моей компании великолепно и эффективно работает пожалуйста людмила замню здравствуйте уважаемый андреевич по ранним но ранним утром меня будет домовой спальня у меня над кроватью под потолком как будто бросает железный шарик и дает всячески о себе знать да но есть один нюанс домовой любит кошку я говорю это серьезно если у человека есть домовой и он беспокоит то нужно завести кошку код он обычно дружит с домовым и в дальнейшем с ним играется и так далее такой домовой перестает беспокоит если выбрать кота какого кота необходимо смотрите если много домовых то с пятнами а если один то тогда черненького или беленького но черненький лучше ни в коем случае нельзя выбирать кота у которого голубые глаза считается что кот у которого голубые глаза делает человека надменным особенно делает это ночью также может у человека создавать эмоции которые зашкаливают в сторону желаний каких-нибудь поэтому домовой вот таким образом убирать признательно спасибо за ответ пожалуйста надеюсь он вам купите котиком а если котик есть тогда необходимо положить для домового тарелочку с молочком положить ее необходимо в большом количестве и говорить домовой это для тебя тарелочка с молочком или кусочек еще жареного сала тука называется где в том почему тука дело в том что в определенных эзотерических источниках написано что жареный тук или жареное сало оно не должно принадлежать человеку оно должно принадлежать богу и поэтому в жертвоприношениях которые свое время совершались иудейским народом использовался тук и прежде всего и он был предназначен для совершения обрядов поклонения божеству или богу тук считается до сих пор принадлежит богу поэтому считается что если бог любит тук то тогда и нижние существа тоже чрезвычайно любят такой тук поэтому обычно поджаривает сало прикладывает или кладут и там через день-два убирает екатерина ефремова с уважением к вам и вашим заслугам пытаюсь выйти из глубокой ямы закрепить фундамент и построить дом создать семью хотелось бы родить девочку меня получится давайте все постепенно дело в том что вы хотите много всего я вообще хочу вам сказать друзья мои вы так часто думаете что вы предназначены для того чтобы у вас был дом и девочка еще что-то еще что-то но дело в том что вы забываете о божественном промысле который заключается вот в чем оказывается человеку необходимо жить и человек рожден для того будет чтобы быть счастливым человеком для того чтобы быть счастливым человеком человеку необходимо жить и что делать ничего дело в том что желание радости и желание счастья и есть путь ощущение радости и счастья и оценивание своей жизни как хорошая жизнь является элементом построения для себя своего рода и бог для вас больше знает и бог для вас больше уготовил чем вы себе хотите очень часто человек хочет детей родить очень хочет там дом иметь еще что-то отпустите это все скажите меня больше это не беспокоит бог я перекладываю ему в руки свою судьбу почему паша бог хочет чтобы каждый человек был и жил в радости и тогда я хотел квартиру но у меня появился дом скажите где лучше жить я могу сказать что я более счастлив в тот момент когда я сейчас живу в доме я в свое время мечтал и хотел небольшую квартиру там двухкомнатную в небольшом и недорогом месте а получилось наоборот но это получилось только в тот момент когда я это отпустил очень часто человек стремясь своим желанием думает что визуализация или там еще что-то к чему-то его приведут все это не работает не верьте никогда не доверяйте этому все работает совершенно по-другому приходите в мою школу я вас научу и здесь самым важным вообще у человека чувство является самым важным компонентом в этом всем но сейчас не об этом с нами происходит то что мы чувствуем именно поэтому хочу сказать вам чувствуйте больше радуйтесь сильнее наслаждайтесь жизнью живите настоящим моментом это сделает вас очень везучими и тогда жизнь будет такой которая принесет вам на сто процентов абсолютное счастье и вы хотите допустим там квартиру появится дом хотите дом возможно для вас будет жить бесконечно там на лайнере до конца своих дней проживая там в роскоши и так далее ну не знаю дайте возможность богу для вас создать самое лучшее а то человек очень мешает своими мыслями богу потому что он вечно думает что самое лучшее это жигули а на самом деле у бога заложено что самое лучшее для вас будет porsche cayenne но вы так хотите жигули что он porsche cayenne не дают ладно татьяна шацких добрий день студентка четвертого курса дейно и формы навчания також працюю по специальности скоро я буду мати свою квартиру там машину років за 5 чи навіть шесть чи сім будемо життя успешным так коли я вийду заміж ну через декілька років але хочу вам сказати татьяна шацких ви маєте бути учнем моєї школи переходьте чи безоплатно чи оплачуйте но проходьте ви для себе зробите нового новое життя построить для себе зможете втілити всі свої бажання і це буде дуже важливо дуже прискорено і дуже швидко так що я вам дуже цього бажаю татьяна ес добрий день подскажите живу сейчас норвегий есть вариант уехать в польщу обратно где мне будет лучше в польще подскажите еще как не сомневаться своем решении выборе маятник используйте андрей андрич я ваша бажниця дякую так виктория пилипенко добрый день андрей андрич скажите если набирать сексуальную энергию то желание будут реализоваться нет конечно быстрее у меня и у партнера нет 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 сексуальная энергия не связана с исполнением желаний сексуальная энергия не связана а связана как раз душевная энергия не эту энергию сексуальную нужно накапливать а нужно накапливать чувства по отношению к человеку смотрите на него и говорите ой какой он хорошенький какой он добре какой он красивенький какой мой зайчик ты мое солнышко, а он гав-гав-гав-гав на вас, ай, ничего страшного, видимо, у него плохой нос, ты мой зайчик, ты мое солнышко, вот так нужно, ой, какое солнышко красивое, ой, как мне нравится, а ручки какие, а там, понимаете, вот что нужно накапливать, вот эти чувства, они очень важны, более эмоционально счастливые и более такие чувственные люди, чувственные, они ярче, у них ярче исполняют желание, Наташа, здравствуйте, Андрей Андреевич, подскажите, что я делаю неправильно, всегда попадаются недостойные мужчины, Таш, Таш, такое, смотрите, как все устроено, мир устроен по принципу противоположности, женщина говорит, я буду, пусть будет у меня такой мужчина, я буду ему во всем помогать, окей, вы ему будете во всем помогать, тогда он нуждается в помощи, ну да, тогда должен быть человек, который нуждается в помощи, или я буду его обожать, тогда он нуждается в том, что его обожали, нуждается, тогда какой он должен быть, несчастненький, я буду ему помогать физически, тогда он физически, смотрите, вы желаете то, в чем он нуждается, я желаю, я желаю богатого мужчину, тогда вы выберете самого несчастного и самого бедного, но который будет или который захомутает вас тем, что он очень богатый, вообще могу сказать если при встрече мужчина говорит мужчина говорит допустим я богатый у меня столько денег и так далее переводите это и для вас это должно выглядеть так я бедные у меня нет денег и есть большие долги но я вас могу поздравить вы ему очень нравитесь почему вы ему очень нравитесь потому что на вранье он пошел паша если вы узнаете о нем всю правду то скорее всего не согласитесь а знаете у женщины это устроено так женщина когда вступает в интимную близость то в случае если ей понравилось то она все готова простить почему но она понимает что она нравится мужчине что она готова ему посвятить жизнь что он хороший и так далее много говорит ну нет у меня этого но да что ж ты мне врал ну извини ну ладно зато у меня свой мужчина зато вот он вот так вот знаете главное до постели завести почему женщины не любят когда им врут женщины не любят когда им врут потому что врать должен кто-то один а женщине это легче удается чем мужчине пошел мужчина напрягается когда врет поэтому все видно а женщине нет возможности напрягаться на может это с легкостью почему но у женщины так мозг устроен она не может быть сконцентрированной она то об одном думает о другом думает то вот так думаю чувственно думает о красоте у женщин больше мысли чем у мужчин мужчин так сделать 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 а у женщин сделать не сделать сделать не сделать это утром а вечером тра-та-та-та-та тысячу мыслей на все на все абсолютно возможные тысяча идей тысяча мыслей тысяча разговоров кашка малашка но получится ли встретить хорошего мужчину конечно вы красивая женщина у вас будет высокий такой немного лысоватый светловолосый или седой но не старый высокий нравится он будет будет даже с автомобилем или даже такой с более в рыжую сторону с темными глазами будет ездить даже на автомобиле таком джипе все нормально вообще как говорят в одессе осмотрите наташа вот я вам сейчас предсказал судьбу о чем вы со мной рассчитаетесь вы должны знать друзья мои предсказывая судьбу других людей я делаю людей ой что это у меня тут появилось предсказывая судьбу других людей я могу сделать вас должниками она вам надо я же заберу что-то валя синюк благодарю вселенную за то что вы есть в жизни своей моей семьи да скажите пожалуйста можно ли ехать в одессу на отдых во второй половине августа или лучше в румынию те сейчас то то сейчас я в том что вы сейчас находясь в одессе используя море одессы и даже используя воду николаевской области одесской области подвергайте себя возможности кишечной инфекции такие кишечные инфекции которые сейчас находятся они скорее всего в момент того когда вы купаетесь море загораете пьюте водичку и так далее они не проявят дело в том что развитие стафилококколи амблиоза стрептококков они энтеротоксинов они могут быть очень развиваться в очень длинном периоде от 3 до 9 месяцев но потом могут очень существенно повлиять на жизнь человека каким образом ревматоидные заболевания и это скорее всего будет следующим самым большим кредо который произойдет вот в этом году зимой я даже могу наверняка сказать прям наверняка что количество людей которые начнут лечить вас кулит ревматоидный полиартрит арт артрит ревматоидные аутоиммунные заболевания всевозможные особенно ревматоидного характера они будут в таком огромной ювенильный артрит там детский или там взрослый они будут в таком огромном количестве и я думаю это уже прям в форме такое то будет стихийного бедствия то есть у людей которые находятся и которые там отдыхают на черном море турецкого побережья грузии которые отдыхают сейчас в одессе и так далее это все может быть ну конечно не у всех тотально но многие же сейчас загорают не принимают витамин c иммунные допустим иммунные препараты не принимают там многие на диете кто-то там перри охлаждается у кого-то там в этот момент энтеротоксины энтеробактерии они инфицируют в этот момент человек является носителем этого всего и в дальнейшем это развивается у кого-то иммунитет справиться у кого-то и нет но если очень жарко то еще более-менее ну если очень жарко то опасно если холодная вода холодная то организм будет чуть чуть больше стимулировать наверное лейкоцитов в теле и и там цитокинов иммуноглобулинов может быть лучше поэтому если сейчас выбираете на жаре купаться в теплой воде то нет купайтесь когда холодно в холодной тогда вам будет лучше поэтому я не рекомендую вообще сейчас черное море небезопасно тоже как хотите это мое мнение вот персонально вы спросили я свое мнение ответил а почему я не имею права говорить я в том что я перехожу дорогу тем людям которые зарабатывают на этом деньги ведь есть же люди которые сейчас отели построили у которых отдыхающих как же я могу говорить об этом можно отдыхать по-другому не обязательно же купаться в море можно купаться в бассейне рядом с черным морем можно находиться где-нибудь в хорошем отеле этом посещать спа процедуры можно так зачем вам море на море можно позагорать но уже искупаться дома прийти вечером красивый ресторан находящийся на берегу моря с какой-нибудь кухней там греческой кухни или там рыба чтобы было опять-таки рыба да венера здрасте андрей андреевич читаю мантры хотела бы спросить можно ли вылечить фиброзно-кистозную мастопатию венера казахстан можно вылечить фиброзно-кистозную мастопатию сегодня эзотерический семинар ну а фиброзно-кистозной мастопатии я рассказал на прошлом вебинаре который проходил во вторник по моему это было 31 числа а это было первого до сегодня у нас пятница 3 это четверг второе это среда и первое это вторник 1 августа 2023 года я провел вебинар его можно найти на моем канале андрей дуйков youtube и там я как раз говорил о том что по моему мнению приводит к появлению миомы а также фиброзно-кистозной мастопатии если вам не сложно вот там сделайте тот же гриппа сказал что можно от гриппа да тот же гриппа сказал что можно человеку избавляться от вот такой кистозной или от узлов в теле вот так он говорил можно избавляться следующим образом братья но это я как бы добавил от себя спичку зажигать эту спичку и когда она погаснет к узелку дотрагиваются вот этой горелой спичкой бросать воду после этого эту воду выливать но у меня есть люди которые говорят да действительно андрей андреевич помогло узел там был с куриное яйцо еще какое-то и по проходила надо же это что так работает эзотерика да но не все так просто виктория вы уникальный добрый человек спасибо ваши знания бесценны спасибо а эмоции во время в бинар вдохновляет вы подскажите как эзотерически избавиться от угроз соседа алкоголика смотрите как все устроено говорите каждое утро такие слова ты хочешь моей боли и хочешь более которую я испытываю эмоциональной хорошо мой дорогой сосед фамилии имя отчество я отдаю тебе свои неприятности свою боль и свои всякие там состояния которые связаны с моим здоровьем можешь это забирать а взамен я хочу твою молодость радость молодость радости богатство твоих детей и делайте так после этого сидите и делайте так громко сметься а ха 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 можно даже четки взять иди так а и потом дети так так тебе и надо так тебе и надо ох ох так его долбанёт но только предварительно поставьте мою ритуальную защиту которой я обучаю в первой ступени или делаете это через призму своего духовного имени дети там айм хридая на махом климш раз и дальше по тексту вот как я рассказываю обычно это в школе если не умеете проходите ступень анна мария скажите пожалуйста почему не получается найти достойную работу что не так смотрите достойная работа для достойного человека у меня была девочка смотрите я владельцам в свое время был очень крупной сети потом эту сеть плавно распродавал закрывал потому что начал болеть онкологии и когда я это все делаю в своей жизни то мне необходим был сотрудник я специально через интернет через job you а через компанию которая занимается и чар деятельностью сказал что мне необходим человек который умеет делать вот это 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 и это тоже и давайте консультации после этого очень долго выбирал человека заработную плату я на то время платил человеку это было где-то ну 12-13 лет назад моя заработная плата была 14 тысяч долларов то есть я каждый месяц готов был платить вот такую сумму денег человеку скажите что мог и найти такого человека нашлась девочка она в виннице было и тогда в виннице работал и я говорю этой девочки давай ты умеешь вот это вот это она пришла на встречу и меня поразило тем что она и это я умею этих знаю и вот этой умею и вот это и так и так и так то есть условно моя работа заключалась так взять листочек подержать потрусить листочек и положить листочек она говорит я умею взять листочек потрусить листочек и положить листочек переложить листочек взять листочек потрусить его и переложить верю я вас беру с первого дня начинайте месяц проходит она делает вот что поднимает листочек и ложит листочек поднимает листочек и ложит а я и говорю вы должны его потрусить переложить переложить потрусить она мне говорит да я умею я умею так а чё ты не делаешь она говорит да я умею просто я умею но не умею а вы мне можете объяснить я рисушай я тебе буду платить такую зарплату и еще обучать тебя нет мне не интересно я понял что человек который себя пиарит возможно еще не умеет это делать дело в том что очень часто человек который хочет на какую-либо работу не компетентен в этой работе просто некомпетентен человек говорит хорошую работу но посмотрите на себя посмотрите на свои навыки посмотрите на то насколько вы можете быть компетентным в этой области и скажите как и где вас могут максимально хорошо за большие деньги использовать как говорил мой друг боря о котором я часто говорю анекдот такой вот он мне когда-то рассказал говорит андрей хочет и одесский анекдот он кстати с днепропетровска был сейчас в израиль уехал и говорит мне хочешь я тебе расскажу хороший анекдот я говорю ну давай он говорит однажды встретились однажды встретились портной с мясником и портной говорит ну как дела а мясник говорит дочку хочу замуж отдать какие у вас установки кого бы вы хотели он говорит ну не знаю может быть за банкира какого-нибудь на это портной говорит она у вас что такая красивая к чему этот анекдот рассказываю то же самое у нас жизни человек говорит вот сейчас самые высокооплачиваемые самая высокооплачиваемая работа айти менеджер ну или допустим вот мне сейчас необходимы люди которые умеют там вести канал или умеют там создать красивые посты и там создавать красивые тексты и так далее и вот я нанимаю этих людей плачо не сидит дистанционно работает но работают недолго там один два три месяца и человека убираю почему очень часто человек говорит что умеет это делать и на самом деле не умеет и я этих людей убираю они потом ищут вот у меня была недавно такая особенность я взял человека который сказал мне что он очень хороший специалист в области рекламы фейсбук я говорю хорошо мне есть канал фейсбук я изгод человек которым принадлежит завод который изготавливает бытовую химию там бады на на продукты я изготавливаю еще плюс у меня есть еще там косметика моющие средства даже таблетки для очищения очистки воды и этом супер сорбент у меня есть еще ну макси сорбент называется который как наносорбент может очистить воду там какое-нибудь вещество собрать масло разлитое где-либо или собрать быстро на поверхности воды там там что-либо ну и я этим занимаюсь у меня целый завод и я говорю ты умеешь вот у меня есть канал я занимаюсь вот этим его я вам быстро все настроен начну продавать там вот я его взял на работу говорю я тебе сначала плачу 500 долларов начинай продавать сделал вместе он с моими людьми и дизайн и там разместил это все создал аудиторию правильно там и так далее я говорю ты делай и все он говорит я говорю я верю что один месяц нич не показатель давай три месяца после этого три месяца он работал и ничего не получилось в итоге я попал мальчик заработал и ничего не сработало но потом взял девочку девочка в первый день на продавала просто космос почему так мир устроен почему но это связано с тем что одни более компетентная другие менее компетентные человек который говорит почему не удается на хорошую работу и нужно сразу задать вопрос а вы высококомпетентный человек если ответ такой нет я хочу работать там там мыть полы и хочу на более хорошую работу ну тогда необходимо договариваться с компаниями которые предоставляют такие интересы чтобы ваши интересы аутсорсинг компании которые будут представлять ваши интересы на бирже там и чар ладно здрасте андрей здесь буду ли я жить другом городе но показывают что нет надея курманова смогу ли я купить квартиру там где задумала да именно жить полной жизнью там только получится мне так хочется продавать свою буду 2000 начните сначала продавать надея курманов второй вопрос отлично осознала что не успела пожить да ладно мне 51 год вот это да что это вы так сейчас очень хочу жить ну правильно только ягодкой стали и долго хочу жить много запросов вас чтобы успеть поднять младшего сына 10 лет ух ты какая вы конечно будете долго жить все в ваших руках три элемента нашей абсолютно красивой долгой и счастливой жизни первое меньше ешь второе дольше спи третья занимайся но без нагрузок активной физической жизнью четвертое что там еще четвертое придумать активное дыхание 5 медитация йога шестое употребление биологически активных веществ с высоким содержанием биво флев флавоноидов или же по-другому окислителей и третья принимая антидот который поможет быстро эти окислители или свободные радикальные соединения удалять а это чё ж такое если есть аскорбиновая кислота или витамины не забывайте принимать препараты с аминокислотой цистин цистерин цистаин скажите пожалуйста внучки три с половиной годика плохо разговаривать что делаете с чем это связано это связано обычно с появлением в крови большого количества аммиака попробуйте почитать или создайте такую информацию и почитать оказывается детская ну нельзя называть слабоумие неразвитость или недоразвитость она может формироваться на фоне высоких кетонов высокой молочной кислоты которые на и даже аммиака который накапливается в крови человека это дисфункции печень каким образом лечится это все лечится 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 l-орнитином такой есть они такая аминокислота купите давайте ребенку l-орнитин а также можно еще давать есть есть вещество такое посмотрите что убирает аммиак в крови и второе обычно у ребенка должна быть у ребенка вообще мысли человека они работают по двум принципам через активацию нуклеуса кумбенс или ядро прозрачной перегородки которая является отделом гипоталамуса и гипофиза и он отвечает за 4 за пять элементов за циркадные ритмы человека за дофамин за серотонин и за концентрацию и 1 концентрацию и еще за коммуникацию коммуникация это вырабатывается окситоцин дальше концентрация норадреналин дальше расслабление серотонин за стояние силы и концентр и ярких там возбужденного состояния дофамин а за 1 концентрацию что очень часто не хватает ребенку отвечает аминомасляная кислота гаммк гамма аминомасляная кислота и вот эта гамма аминомасляная кислота является очень важным очень важной системой регуляции мозга в 1964 году двумя учеными гарри рубином и маслоу было изучено количество веществ которые находятся в мозге и они конкретно выделили вещества дофамин серотонин норадреналин которые находятся в ликваре и в большом количестве и получилось так адреналин там норадреналин это гормоны надпочечников их было там до одного процента дофамина было около двух процентов дальше серотонина было от ну до 3 а к вечеру увеличивалась до пяти а все остальное занимала гамма аминомасляная кислота аминокислота и они говорят зачем человеку 85 процентов гамма аминомасляной кислоты в ликваре мозга это какой-то ужас зачем она нужна на наоборот приводит к расконцентрации человека почему так много и со временем поняли что она необходима потому что у человека в момент того когда он концентрируется то процесс концентрации занимает небольшое количество времени и он очень энергетически такой эффективный и нужно создавать процесс рост концентрации как работает гамма аминомасляная кислота если ребенок ночью просыпается если не может если вскакивает если у человека если человек допустим вот ребенок он думает о спорте о спорте об игре об игре об игре а ему нужно переключаться если ребенок увидел что ты не может себя тормозит бежит хватает падает и не может никак от этого отвлечься ему нужен раз концентратор и этим является гамма аминомасляная кислота гамм вот начинайте давать ребенку гамм тогда ребенок начнет отвлекаться и вот смотрите чем больше отвлечений тем больше знаний так мир устроен почему человеку тяжело сконцентрироваться очень часто и он начинает читать книгу там и хочется уже другую и хочется уже другую хочется другую в познании мира получения информации происходит кратковременно сначала это идет в оперативно запоминающие устройство грубо в гипофиз и гипоталамус а в дальнейшем формирует дальнейшем создаются синапсы путем дандрит на аксоновой связи и в работе и формировании данного синапса для этого необходимы кратковременные выводы то есть вот это вот не нравится это нравится это не нравится это нравится и мозг это регистрирует потом он из этого делает синапс и потом то есть первый раз прочитали быстро слова отложили их через неделю можете их читать запоминать вам будет легче так мир устроен камк необходим камк вашей внучки все можно приобрести в моей компании тибетская форма лена бурда олена бура бурра добрый день в мене а добрый день в мене питания че може грегор який знаходится в помешканне активного члена релігийной спелноты за подъяты шкоду люди не з іншими релігийными поглядами никогда николы це он не може бути поэтому не заморачивайтесь а вот заморачивания ваши поиск человека который вам мешает и который влияет называется синдромом кандинского клерамбо почитайте об этом синдромом кандинского клерамбо вот аккуратнее с этим елена величко добрый день андрей андреевич в одном из семинаров вы рассказывали как запечатать пространство с помощью ваджи но я не поняла при этом нужно говорить о маху мха хохри проходите первую ступень уважаемая елена величко или вы думаете что я на бесплатных вебинарах кого-то обучаю что с вами вообще толкин нурбекова здрасте андрей андреевич как продать квартиру по приемленной цене удастся ли продать в этом году нет а в следующем да аж в конце года удастся ли продать по прием да как продать квартиру обожайте ее вспоминайте о том как было вам хорошо всей семью и продадите валентина лунгу здрасте андрей андреевич этот мир краснее с вами в нем да ладно я же жену люблю она мне очень нравится ладно раз вам нравится пусть и вашей семье удачи во всем передам соня ты меня сейчас смотришь я тебе передаю привет приглашаю тебя сегодня на вечерний проминанс скажите пожалуйста когда я нахожу работу то что-то случается и остаюсь без начну ли я зарабатывать начнете все в порядке начнете обучайтесь серьезно почему человек ничего не хочет человек ничего не хочет и ничего не желает в тот момент когда вот смотрите я не видел шоколадку у меня ничего не хочется мне говорят там а хочешь сникерс не хочу почему я его никогда не видел а баунти и баунти не хочу почему-то его никогда не видел а конфетки хочешь нет не хочу почему его никогда не видел это знаете когда люди приезжают допустим в африку у меня такое было когда-то ездил в уганду и там собирался делать бизнес и когда я приехал в уганду это было 24 20 уже 26 лет 25 где-то лет назад ну 24 скажем так я приехал в уганду и собой привез продукты питания и вот продукты питания там рыбная консерва с аэра у меня была конфеты баунти сникерс там вот целые ящики такой и жвачки и вот мы там были я нанимал людей которые должны были работать и общаясь с местным населением решил предложить взрослым людям попробовать баунти они попробовали баунти откусили им так себе понравилось но сникерс вот а он откусил сникерс выплюнул и потом еще долго пил воду ему не понравилось почему он уже был созревший его пищевые рецепторы были полностью адаптированы к той еде которую он знал и хотел он никогда в жизни не захочет больше есть сникерс он ему не интересен также допустим если вы в черногорию приедете начнете борщом кормить людей они вас не поймут паша они любят полбу там а если вы приедете в италию и начнете их там кормить чем-то украинским там голубцами еще чем-то ну возможно если у человека не концептуален знаете а если там человек батюшка или там мула или еще кто-то он не будет есть он для вас есть кусочек накормите жителя германии которому 50 лет нашим сушеным нашей таран нашей таранью какой-нибудь возьмите тарань там леща какой-нибудь сушеного красиво почистите и дайте ему под пивко но в жизни есть не станет он будет говорить это гнилая рыба с чем ты меня собирается кормить а если дать ребенку то будет и потом будет хотеть к чему это все говорю обучение наши чему-либо помогает нам в дальнейшем этого хотеть а когда у нас появляется желание этого хотеть мы к этому стремимся таким образом для того чтобы у нас появилось стремление к тому чтобы зарабатывать деньги или к тому чтобы создавать какой-то бизнес нам нужно сначала начинать с изучения желаний того что люди умеют делать допустим там как кто-то шьет как кто-то вяжет как кто-то там предпринимает как кто-то что-то делает именно поэтому сетевые бизнеса не устроены когда все время выступают успешные лидеры говорит у меня вот так получается у меня вот такая вот так сделаю вот так почему они вас на самом деле они не говорят вам о том что они там чего-то достигли они вас обучают успеху они вам говорят буквально раз у меня получилось у тебя получится и у человека появляется желание то есть это и называется мотивация ну и фактически это называется коучингом то есть вот таким образом это происходит то есть человека обучают желать обучают стремиться к этому поэтому смотрите ключевое слово не коучинг и ключевое слово нежелание ключевое слово обучаться поэтому обучайтесь тогда у вас появятся желания а если появятся желания то появится все остальное так человек который обеспечен всем у него нет желания ничего не хочет поэтому и неприятности появляются допустим там ребенок ничего не хочет у него появляется неприятности родители говорят хватит с нами жить давай дуй куда-нибудь после этого он начинает где-то жить ему необходимо зарабатывать и начинает шевелиться узнавать кто за счет чего там зарабатывать начинают или там родители вредные ребенок хочет от них уйти у него целеу стремленность там что-то делать у меня был была встреча когда-то знакомая женщина она говорит я в селе росла родители меня обижали они сельским хозяйством занимались я у свиней там убирала коров доила и там вечно жила мама мне заставляла весной сажать картошку летом убирать там сапать это было с одного года пока я себя помню и вот до того момента и я всю жизнь старалась я закончила школу на отлично почему потому что ей хотелось вырваться они были ее мотиваторами потому что мне хотелось вырваться из нищеты уехать куда-нибудь поэтому и родители были вредными мне там женщина написала андрей андреевич а скажите вот у меня проблема жизненная такая существенная я живу в семье но когда вижу отца я прямо ненавижу смотрите мир так устроен это большое количество событий но это выглядит так вам грубо жизнь дает мяч и этот мяч он вам принадлежит то есть какое-либо событие условно можно обозначить мечом вам этот мяч бросает жизнь в этот мяч хватаете и у вас есть два варианта забрать себе этот мяч и отпустить сзади чтобы он дальше катился от вас и 2 оттолкнуть этот мяч вот смотрите когда человек не принимает он бросает в будущее мяч вновь отца вижу и там бешусь вы толкайте вновь мяч и он будет вновь вас прилетать и вы толкайте вновь а что вам необходимо сделать вам нужно сказать ну что то есть при да было но это будет вы сначала ну и что оттолкнете одну десятую мяча назад то что вы еще не принимаете а чуть чуть больше вперед а потом через время пол мяча вперед а потом через время теннисный мячик а потом теннисный шарик а потом маленькую бусину а потом маленькая перышко а потом одну молекулу и на этом все завершится это процесс длительный но он единственно возможный не отталкивайте то что мне нравится научитесь перелетать говорите ну и что тю это волшебные слова так ну что будем сейчас заканчивать никаких плази имеем и и так далее все во время во вторник вебинар там все об этом сказано тысячу раз последний вебинар был связан и с дисплазией и с миомами герплазии гиперплазии я объяснял каким препаратом лечить рассказывал схемы и так далее перейдите я же говорю во вторник провел вебинар это было 1 августа 2023 года на моем канале когда закончится перейдите и посмотреть посмотрите оксана добрянская скажите будь ласка еще земной на так прошла сангай 78 обряд в отжарной сердце и пока еще не яких яки обряд в отжарной сердце такого обряда не было проходите первую ступень школы кайлас какая сангая сангай для тех кто уже в теме миром управляет философия и психология а техники это дополнительное уже подключение все остальное проходите мою первую ступень школы кайлас я говорю это серьезно не занимайтесь вот таким вырыванием вся эзотерика начинается с того что ее принципиально изучают медленно это делает и так далее вот смотрите какие будут темы бог энергия мироустройства бог это закон весь мир подчиняется законы энтропии зачем бог создал мир концепция слов радости и дальше кто такие что такое мировая боль как бог обучает сейчас людей как раньше обучал как работает все в эзотерике кто побеждает в войнах что такое индивидуальный рай что такое революция жизни как выйти из ямы что такое концепция добровольного выбора что такое намерение человека что такое эмпаты антипаты что такое добродетель каким образом строится энергетические уровни как человек коммуницирует с богом что такое пять элементов как работают эзотерики с водой землей как человек устроен по принципу энергию бога чем этим что это делать что это дает что такое огонь для человека вот читаю желание там если мысли воздух воздух это намерение мысли без огня падают перед человеком загрязня его ауру ауру загрязняет больше всего клятвы договора и обещания человека это самое плохое чем человек должен стараться никогда не использовать почему человек рано умирает дальше объясняю материя земли вот смотрите астрал ментал эфир наши программы могут быть возвышенными и животными низкочастотными могут накапливаться в нижней части ауру и там верхней вот читаю дальше астрал чем сильнее человек создает над своей головой энергию ментал или свечение ментал тем сильнее он создает темноту астрала днем и свечения ночью дальше почему миры передвернуты под нами и над нами строение астрала тайны наших миров правила трех миров как подключиться к эфиру что такое астрал как контролировать солны что такое увеличение ментал что такое ментальные сети что такое медитации настроя как построить свои сети как избавиться от сети что такое восемь планет влияние с такой три пентакля благословение планет что такое цифровой код вашей жизни семьи как его построить и там что с ним можно сделать построение спиц и фуриока из чего состоит человеческое эго, как можно им управлять, из чего состоит эго семьи, как можно управлять отношениями, что такое энергетические центры, ну и так далее и тому подобное. Это 10 дней, огромное количество, глобальное количество информации, которую нигде невозможно прочитать. Так, как преподает Дуйко, никто не преподает. Самая адекватная, потрясающая эзотерика. А для тех людей, которые постоянно говорят, ой, это Дуйко, вы мне завидуете. Ни один человек, как я, не принимает людей и его так не просматривает. Ни один человек не может отвечать вот так на прямую вопросы. Да, они все говорят, но все видео потом записывают и показывают записи. Да, там много людей, но кто-то во вторник и в пятницу общается с людьми. Нет. Кто-то вот так, как я, делает. Да вообще, ну, таких людей нет. Нет. Если есть, напишите, мне интересно. Там девочка написала, надо Хасроева, она ничего не продает. Скучно быть Хасроевой. Почему? Ну, скучно. Знаете, статуэтки, ведьмочки, вся вот эта чернушность, знаете, она же старинная. Все может быть по-другому. Зачем все так, там, поклонение этому, а там, знаете, вопросов сразу. Поклонение этому, почему? Ну, потому что она, а где? Ну, она, скорее всего, в этом, почему? А если что-то другое? И рано или поздно человек начинает говорить, я не знаю. Почему? Потому что возникает большое количество белых неведомых пятен, когда человек не может себе на них ответить. А я даю как раз того, что называется четкое, на стопроцентное понимание этого мироустройства. Делаешь так, переходишь к этому, заделаешь вот так, делается вот так, и все понятно. Кто-то бесится, понятно, и не бесится, понятно, и там дома вредничают, понятно, и как сделать, чтобы, знаете, как читаешь того же Агриппа, у него написано. И вот это, и вот это, и вот это, и вот это. И что мне от этого? Как у Губанова в свое время было. И вот это, и вот это, а вот это крутится так, и так, и вот все. Ну, отлично, я это знаю, как это использовать. Ну, тогда, если ты, часы состоят вот из чего, шестерня, вот так, шестерня, вот так, они крутятся. А семинар называется «Как сделать часы». Но самого главного вопроса, как сделать часы, так и не дан был. То есть, а я даю так, часы сделаны так, вот такая шестерня. Почему она такая? Потому что если была бы такая, то было бы так, а она не такая. И почему это вот так стоит? Потому что если было бы не так, то тогда… То есть, когда если было бы не так, это называется философия. Философия. А когда сделай так, это уже эзотерика. Валерия Амур. Красивая. Как Деми. Стоит ли ехать в Дубай, смогу там заработать? Нет, ни в коем случае не едьте. У вас не идет там хорошая жизнь. Очень разочаруетесь будете? Флора Лешок. Андрей Андреевич, будет ли у меня хороший результат после прохождения семинара подключения к индийским богам? Ехать в Индию в храм Ганеши нет возможности? Конечно, у всех будет. Велика подяка вам за цікави виступи, за питання у зв'язку з обставинами. Моі діти виїхали за кордон. Чи колись возъєднаємось ми всі разом? Чи я буду жити поряд з ними? Возъєднайтесь і будете поряд з ними і жити, і доживати. Все буде добре і гарно для вас самим найліпшим чином. Таня Бобко. Доброго вечера, Андрій Андрій. Чи будуть у меня гармонійні відносини з чоловіком в коле? Що мені треба для хорошей здачи екзамену парамедика? Вивчати парамедицину, щоб здати гарно свій іспит. Правильний екзамен – це іспит. І будуть гармонійні відносини. Ви так садитесь кожен вечір і кажіть, ти моє сонночко, ти моє зайчик, я тобі так кохаю. Гладьте його. Як можна більше тактильності. Як можна більше тактильності. Женщині тактильність нужна. Але ви должны знати, що мужчин приручають, як собак. Гладити собаку, а она не гавкає. Вот смотрите, коли ваш мужчина гавкає, що йому необхідно? Його необхідно накормити, погладити і переспати. Конец. Я кажу вам серйозно. Любого мужчину нужно гладити. Чем більше ви гладите, обнимаєте, тим ближче к вам мужчина. Тулітись к нему, як кажуть в Україні. Тулітись до нього. Прижимайтесь по-русски к нему і обнимаєте його. Це все создає процес максимального доверия. Мужчина после цього, отягощений таким состоянием, починає понимати, що він несет за вас ответственность і так далі. Очень часто между мужчинами исчезає как раз вот эта тактильність. Мужчина сам не буде трогати. У мужчині там только во время желания він може потрогати там или там. А так по жизни вони не трогають. Іх треба этому обучати. А для того, щоб обучати, треба самим робити. Ви видели, як собачки обучають щенков заниматься інтимними отношениями. І це роблять не мальчики, це роблять дівочки. Обычно дівочки обучають мальчиків заниматься інтимними отношениями у животних. А животные уже мальчики, вони потім знают, хто научив? Мама. Да. Ілі тетя, там, хто-то научив. А у людей, ну у людей не обучають, ми слишком умні, но рефлекс остался. І ви должны обучати вашого мужчину, там, гладити його за ручку, за ручку його брати, там, на плечо ручку ложити, обнимати сзади. Вот це все должно присутствовать. Говорить ему слова, ти у мене такий хороший, умниця. Женщини забыли, що це таке. Забыли. Ви думаєте, якщо мужчина цього не воспитував ніхто, в них цього немає, вони не вміють, їх треба обучати. А не могут только, ой, какой красивий і дорогой. Ну, ай, мои глаза не видели такой хорсты, как ты. Ну, ай, там, еще что-то. Ну, это закадрить, они так не считают. Возможно, це ж. А обучать красоте может женщина. И там, правда я хороший? Да. Правда я солнышко? Да. Ну, ай, тебе нравится? Да. А ты чувствуешься ко мне? Чувствую. Все, вы его обучаете. А вы начинаете, о, тут целлюлит, теперь он его в виде. Зачем вы говорили, що це целлюлит? Я толстый. Зачем вы ему говорите это? Вы же его обучаете. Вы ему говорите толстого, до этого он не видел, что толстый. Теперь видит. Ну, зачем вы это говорили? Наоборот, скажите, надо же, раньше толстая была, сейчас нет. Говорит, че такая толстая? Да, я согласна, я толстая, но я уже худею. Видишь, я же уже худею. Да? Он, да, точно. Даже не худеете, а в его глазах будет. Говорите ему, смотри, об худую можно разбиться. А на мне так, на мягенькой, тепленькой, смотри, горячая. Смотри, а тут ху-у-у-у-у-у-у. Мой друг говорил, что все худые и вонючие. Ужас какой. Ужас какой. Ну, что-то в этом есть. Мурат Султанов. Добрый день. Покупал вашу книгу «100 медитаций». Как практиковать? Можно ли 3-4 медитации подряд? Да. Спасибо за ответ. Хорошей вам жизни. Хорошей. Спасибо. Я свой собственный рай строю. Я его строю с малого. Нравится это, нравится это. Пытаюсь быть более чувственным по отношению к жене. Выработал в себе это, знаете. Не ругаюсь, не критикую, не злюсь. Знаете, что такое любовь в семье? Любовь в семье – это… Все равно все будут раздражаться. Все равно кто-то там будет гавкать. Но любовь – это когда ты не сделал плохое. Потому что говорить любовь – это не любовь. А вот не сделать, не накричать, если хочется. Не заткнуть, если хочется. Не воспитать, если хочется. Не прокритиковать, если хочется. Не наругать, если хочется. Это и есть любовь. Ведь любовь, она же в этом и проявляется. Так на улице любому можно и нахамить, и в морду дать. А дома этого не позволяешь сделать. Почему? Любишь. Хамец. Это и называется любовь. Так любовь больше в том, чтобы не делать, чем делать. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Добрый вечер, Светлана Стрюкова. А Светлана на украинском через букву И пишется. Поэтому если на украинском, надо и писать своими на украинском. Доброго вечера, Андрей Андреевич. Доброго вечера. Онуку назначили в институте ЗОРУ чистку ока. Чи буде все гаразд так? Це не дуже така складна операція, втручання. Все гарно, це не дуже страшно. Це дуже швидко, проходить дуже безболісно. Ніна Тарасенко. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, пожалуйста, как поднять внутренние, в частности, женские органы с помощью, может быть, какого-то дыхания? Нет, с помощью дыхания нет. Надо ставить банку в область поджелудочной железы. А вторую банку, ну такую огненную, ну как их называют, вакуумную, да? А вторую нужно ставить в область мочевого пузыря. И делать это ежедневно, и делается крест-накрест. Одна ставится под пупком, другая ставится возле поджелудочной железы. Третья после этого ставится с правой стороны в область аппендикса, где-то вот в эту область. И третья в область левого, что там у нас находится, ну слепая кишка, возле слепой кишки. Петрівна. Доброго дня, учитель, великий привіт вам в Західной Украине. Вітання мої. Нещодавно придбала для себе шум виконання бажань. Скажіть, чи вдастся мені втілити те, що я хочу в реальність? Так? Так, Петрівна, все у вас буде, як ви захотіли. Так? Слухайте. Це має дуже велику силу. Тільки потрібно контролювати свій тиск, бо він у вас підіймається. Неля Барміна. Добрый вечір, Андрій Андрій. Знання, які ви даєте, помогають в этой непростій, такой прекрасной жизни. Подскажіть, коли в мой бизнес придет сильний лідер? Нет, Неля, сильний у вас не придет. У вас придет сильний, коли ви найдете 300 человек слабих. Найдите 300 слабих, тогда найдется один сильний. А если вы сейчас нашли три слабых, то сильного не ждите. Люди, которые начинают заниматься сетевым бизнесом, они думают, что они найдут сильного лідера, и тот построит для них так, что они не будут работать. Так вот, я, как человек, который в своей жизни занимался сетевым бизнесом, утверждаю, что на одну тысячу слабых партнеров приходится один сильный лідер. Так вот, когда тысяча человек вы пригласили, тогда тысяча первый будет ваш сильный лідер. Я делал такие компании величиною, там, в 130 тысяч человек. Серьезно. Но это тяжелая работа. Нужно с каждым пообщаться. Это телефонные переговоры в скайпе, это постоянный поиск холодных клиентов. Это нереальная работа. Заниматься сетевым бизнесом нереально тяжело. Это целая наука. В советское время все были не пуганы, ничего не понимали, поэтому можно было тулить, что хочешь. Главное пообещать. А сейчас нет. Сейчас это мега сложный бизнес. Потрясающе сложный бизнес. Еще с учетом того, что жизнь людей падает и так далее. Никто не хочет ни на кого работать. Все хотят на себя зарабатывать миллионы и найти сильного лідера. Светлана Китаева. Здрасте. Купила статуэтку Буду, зеленую тару, белую тару. Есть какая-нибудь мантра? Да. Для статуэтки Буды мантра Ом Мани Падмахум или Амито Фо. Для зеленой тару он тары ту тары ту рысоха. А для белой тар какая там мантра? Пунья. Можно Кирикилая, Сарва, Бихнанте, Кумбхат. Юлия Булаткина. Я дуже рада бути присутньою. На вашому вебинарі рідко буває онлайн. Різниця в часі. Скажіть, будь ласка, як скоро я вийду замуж і чи буде мій чоловік канадцем? Канадцем. Так буде скоро, через рік, мабуть. Але вам не потрібно його шукати. Більше розслабьтесь і живіть так, щоб ваше життя було таке смачним, гарним. Більше масажем. Підготуєте себе для совмістного життя. Марія Лоюк. Мар'яна Анирамс. Здравствуйте, Андрій Андрій. Я постоянно за всеми повторяю. Це значить, що я потеряла себе. Нет, це значить, що у вас є судороги. Коли у чогось є судороги, які обычно відникають на фоне либо високого холестерина, либо недостаточного сна, то один із синдромів – це повторення за другими людьми. Поэтому необхідно попринимати просто обычный магний. Попринимайте магний, повторять за людьми – перестанете. Сай Рильсо. Здравствуйте, Андрій Андрій. Що ви думаєте о дольменах? Действічно ли це міста силы, як кажуть? Нет, я не считаю дольмены містами силы. Міста силы, там, де человек во время пребування ощущає слабость. Когда он ощущає слабость, он должен сесть или лечь. В тот момент в його теле може создатися процес, в ході которого что-то, що мешає йому жити счастливо, выйдет і в це місце наполниться созданной силой. У мене так було. Я був в храмі не пандичери, а в храмі в камбоджийському храмі Анг-Кхарват. І я поднимався вверх там в этом храмі і почувствував на одному із этажей жутке состояние усталости. У мене прямо накрыло. Я вже знаю, якщо є жутке состояние усталости, то рядом с тобою знаходиться невероятна сила. Мега сила. Це стало моим прям таким желанием, силой це обрести. Після цього я лёг, і коли я лежав, мене скрутило живот, дуже сильно, прям вздуло живот на глазах, і було желання быстро куда-то убежать в туалет, извините за подробності. Ну, вокруг этого храма, слава Богу, огромное количество, огромное количество джунглей. Поэтому я слез с этого храма и пошел в джунгли. После этого вернулся в этот храм, нашел это место, где меня скрутило, почувствовал ощущение усталости. И после этого такое было состояние наполнения живота, второй чакры, первой чакры радостью, каким-то возвышенным состоянием, таким ощущением, как будто нектар, мед и там все остальное. Такое ощущение после этого было. Я ехал в автобусе и все время смеялся. Мне такое было ощущение, как будто, ну, нет даже каких-то идей, предпосылок к тому, чтобы, к тому, чтобы где-то не радоваться чему-то. Было такое ощущение, как будто, вот ей-богу, в один момент из грязи в князе. Знаете, такое ощущение было прямо, поднялось и настроение, и счастье. И вот на следующий день ночью я не спал, потому что не хотелось спать вообще. Я купался в море после этого. После этого там в ресторан поехал, еще там ночной ресторан был. После этого до шести часов не спал. Шесть часов поспал, где-то до десяти утром, там дальше продолжил свою экскурсию. Было потрясающе. Но как набирать эту энергию, необходимо знать. Энергия силы не заключается в красоте. Энергия силы, она может находиться где угодно. Человек идет, идет и почувствовал усталость. Вы дошли до силы. Это место силы, оно там очень ярко. Второе такое место силы я нашел в свое время. Я ездил в Мексику, и в Мексике проходил курс лечения, и ездил в деревню. И там было такое место, где лес такой, где растут вот эти ядовитые пальмы. Они колючие, и прям с иголок капает млечный сок такой. И вот я там ходил, и у меня было такое же ощущение, будто я дошел до чего-то, что создало такое ощущение, будто я сейчас упаду, мне так плохо стало. И ноги закрутило, и руки закрутило, и шея заболела, и в глаза начала колоть, и так далее. Так, как меня учили в свое время мои учителя, я сел в это место, после этого лег, дождался момента, когда мне стало плохо. Стало плохо, сильно покашлял очень, потому что было такое ощущение, как будто я что-то выкашляю. Но этого не произошло, такое ощущение, как будто вырвать хочется. После этого полежал немножко, и было такое же состояние. А после этого состояния было состояние упорности, то есть хотелось там идти, хоть появилась физическая сила, после этого набрался вес. Но это, видимо, было связано с местом силы, которое давало человеку мощную физическую силу, мощную. Такие места силы находятся очень редко. Но тот человек, который эту силу принял, он этой силой обладает. И в том месте, где он эту силу получил, в том месте силы больше нет. Обычно вот так и выглядит это. А там в дальменах сила, ну не знаю. Светлана Шацких. Моя дочка навчается, працю изустрела, хлопцы цели и доля. Нет. Сани Ибрагимова. Нарост или сухие мозоли? Не читаю. Любовь Калашникова. Здравствуйте, моя подруга почему-то оклеветала и перестала. Ранее сказал, нужно сказать ей, ты хочешь мои боли, а я принимаю тебя вот это. Десять лет общались, ближе родных. Хотелось бы услышать от вас ответ. Почему так? Никто вам на этот ответ не ответит. Почему, да из-за чего, знаете. Ну это такое дело, знаете. Скажи, да, мне все равно. Оклеветала, оклеветала. Позвоните ей, скажи, зачем ты это сделала? Слушай, я тебя так любил, что мне предала. Ну и дура. Что такое вообще? Так зачем вы молчите? Скажите, что ты трепешь на меня? Сколько можно? У меня был человек, у меня была такая ситуация. Два человека, у нас было три человека, которые владели магазином. В городе Харькове. Это было очень давно. Одного звали Костя, другого Вадика. Я был третий Андрей. У меня магазин, который занимался продажей, я занимался продажей шуб. С правой стороны занимался продажей серебра, а с левой стороны золото. И я начал, я уехал в Дубай, договорился об этих шубах, начал привозить китайские. Потом нашел в Греции эти шубы, обучился вопросам, как их чинить, нашел ателье в Харькове. Начал привозить только дорогие вещи. Начал летать по два раза в неделю в Турцию обратно или в Дубай обратно каждую неделю. Сделал каталог своего магазина. И там в одном из хороших таких районов рядом с Горсоветом на улице Сумской открыл свой магазин. С этими ребятами потому что очень дорого была аренда. Ну и зима, очень много людей покупают шубы, а потом я летом придумал скидки. И у меня так произошло, что очень много людей начали их покупать. Прямо нравилось. И у меня такой молодой вкус был. Перешивал я их, перешивал на модные. И в общем, деньги лились тву-тву-тву рекой. Это был один из моих таких первых бизнесов в жизни. Но мне приходилось очень много работать. То есть эти инвентаризации, девочки, куча денег, там курс растет, курс падает, вечные поездки. Каждые там 4 месяца я приезжал, менял паспорт, потому что там нет где было штампы ставить. Мне все время там щемили в этих таможнях, потому что я там со всеми здоровался постоянно. Опять-таки доезжал до Киева. Из Киева нужно было на машине в Харьков. Из Харькова на машине в Киев. Из Киева летал. И вот так вот сложно мне было, знаете. И так несколько лет. И вот они, видя успех, решили меня замочить. Взяли один одел на голову и второй одел на голову повязки. И один шел сзади. Я в подъезде жил. Вечер уже был. Я приехал по дому. Начал подниматься по ступенькам. Один спереди должен был ударить меня арматурой по голове. А другой должен был меня ударить сзади ножом. И я слышу, сзади кто-то идет и дышит. Активно так. Я поворачиваюсь. Тот, кто сзади шел, он ударил меня ножом. А я поднял ногу и в ногу этот нож попал. Ну и я этого человека ногой ударил. он слетел с этой лестницы вниз. А потом я повернулся и вижу там второй бежит сверху. И я вот так отогнулся. И этот, тот, что сверху бежал, упал. Ну и тот, который с ножом убежал, а тот, который сверху упал и лежит. Ну и я его подошел, поднял. Я не видел, что у него арматура. Он без повязки. Это мой друг Игорь. А, Вадик. Игорь. Игорь, Вадик, Женепон. Я говорю, о, слушай, ты что ко мне в гости пришел? У меня даже мысль такая не пришла. Я говорю, да, да, в гости. Он говорит, да, в гости. Я его домой привел, вызвал ему скорую помощь. Но скорая помощь из-за того, что это был центр, не могла доехать долго. Тогда в Харькове такое было. И он всунул ногу в батарею и четыре раза дернул, потому что у него фармообразование, он хотел себе ее вправить. Ну и сломал себе ногу. После этого ее положили в больницу, а у них денег нет оказалось. И его жена Марина говорит мне, а я крестным был, говорит мне, Андрей Андреевич, а займите денег, потому что у Игоря такой перелом, нужно сейчас деньги срочно. Я поехал, заплатил эти деньги и так далее. Еще к нему приходил, еду ему привозил и так далее. Прошел год, у меня было день рождения, я их пригласил к себе. Нет, у меня там не было глубокого пореза, там был косметический порез, потому что штаны были джинсовые, там недалеко нож, но они не убийцы, знаете. Ну и этот Игорь признался мне, говорит, а знаешь, Андрей, мы же тебя хотели убить, но ты так поступил вообще, вот теперь ты знаешь, Вадик тебя хотел убить со мной, мы хотели завладеть этим магазином твоим и заработать деньги. Я говорю, ну вы и уроды. Ну после этого с этим Игорем перестал я общаться, на то время я не мог просматривать так активно людей, как сейчас. Но я пришел к Константину этому, я говорю, Костя, скажи мне, почему вы решили это сделать, ты же подлец. Он говорит, да нет никаких проблем, это просто бизнес, это просто бизнес. Я говорю, ужас какой, ты негодяй. Так с друзьями не делают. Ну и я с ними после этого решил не работать, пришел к владельцу этого бизнеса и выкупил это помещение. А я им сказал две недели и уходите. Ну после этого тоже меня спустя, по-моему, полтора года там был Пилипчук, а потом, когда вместо Пилипчука пришел другой мэр города, то новый мэр города это помещение у меня отобрал. Все нормально. А я уехал в Киев. Вот такая история. Я вообще хочу сказать, не теряйте доброту. Обманула, это как бы ее проблема. Ну скажите, если хочется. Я сказал. Меня когда-то на очень большую сумму кинул мой племянник. Я его привез в Киев из Крыма. Он здесь начал жить, помог ему здесь с жильем, помог ему еще с чем. А потом он просто, причем сумма была небольшая, ну в районе там 5-6 тысяч долларов. Вот так дал человеку деньги, говорю, довези там туда-то, туда-то, а он исчез. Исчез, и потом только через полтора года я говорю, я ищу его, езжу по милициям. Разные эти, обращаюсь в разные эти, в милицию, там, пишу заявление, пропал, ищу его, год. А потом маме его звоню, там, нету его, и все. А потом, а потом приходит время, он мне пишет, со мной все в порядке. Я говорю, а что, что бы произошло? Он пишет, ну вот со мной вот такое произошло, но можешь мне поверить, твои деньги мне радости в жизни не принесли. Причем тут деньги, зачем ты это сделал? Ну я не могу сказать, мне на то была потребность. Ну ты дурачок. Просто ты дурачок. Вот так закончилось наше отношение. И я неплохо к нему отношусь, но его уже близко к себе никогда не подпущу. Все закончилось плохо. Ему сейчас 42 года, ему проломили голову в России, в одном из городов России арматурой. Сейчас он с латкой на голове и без детей. С четвертой стадии ожирения в Анапе ремонтируют телефоны. Вот и вся история. Печальная. Зачем? Не надо было кидать близких. Я вообще живу по принципу правды. Она выглядит следующим образом. Один из принципов богатого человека заключается в том, что он следит за тем, чтобы было много энергии, много чувств, великолепное отношение в семье и правдивость. А еще интеллект. Это важные аспекты хорошего человека. Мне неинтересно ковыряться, кто из-за чего, почему. Мне интересно. Если сволочь, то сволочь, ты мне неинтересен. Почему? Я тотально игнорирую зло. Я не тяну за собой, не наблюдаю за ним, не слежу за этим человеком. Ты мне неинтересен. Конец. Ты неинтересен до конца моей жизни. Надия. Доброго вечера. Скажите, будь ласка, про цей месяц, про старославянских богов, Перун, Сварог, які присутні цього месяца. Я хочу вам сказать, что то, о чем вы говорите, это нью-эйдж. В старославянской культуре никогда не было ни Сварогов, ни Перунов, ни кого-либо еще старославянских богов. Это выдумка. Поэтому в этом месяце ни Сварунов, ни Перунов, ни Сварогов, ни еще чего-то. Нет. Это нью-эйдж. Исключительно выдуманная эзотерика. Никакой славянских вед. Это все вымысел. Ведами называются древний эпос индийской культуры. На первом месте ведической культуры стоит книга, которая называется Махабхарата или эпос индийского народа. Она начинается с того, что бог создал землю и создал инд или создал речку, которая могла превращаться в девушку. Потом создал народ королей. Эти короли женились с этой индой. И это сначала боги были, потом люди. И там она бесконечная. То есть Махабхарата это тысячетомник. Песни там, интересные гимны. Потом там есть еще гимны для молитв. Они называются Упанишады. Их тоже семь штук. На самом деле их там больше двадцати. Потом Пхагавадгита, которая стала еще частью. Это грубая эпос, история. Точно так же, как мы читаем Библию, Ветхий Завет. С чего она начинается? Бог создал землю, как он создал, Адам и Ева. Потом о том, как евреи вышли, потом как евреи создали свое королевство и дам у них семь королей было. Помните, Адам, Иисус Новин, у него родился сын Давид, который прощел Белгаляв, а у него родился Соломон и так далее. И вот это все история иудейского народа. Которая заканчивается плачем Еремии. Помните, которые, ну и так далее. А потом уже идут молитвы, это пение или песни Давида, которые используются сейчас как подсказки. А уже есть еще дополнительно некие работы, которые были созданы уже отдельно от Галахии или отдельно от Талмуда или Торы, были отдельно созданы мудрецами. Это, допустим, Любавич, Рамбам и так далее. То есть, это уже мудрость иудейского народа. А там Евангелие, Евангелие не считается евреями частью не Торы, не частью иудейского народа. Это New Age грубо в самой системе. Поэтому, когда люди говорят, там, а ты Библию читал, что вы имеете в виду? Я не всегда это понимаю. Если это Ветхий Завет, то каким боком христианик Ветхому Завету? Если это там упоминания о христианах нет. В Христианстве в этом Ветхом Завете есть только есть такие слова, что каждый мужчина должен сделать обрезание. Если он не сделает, то грех. Также ты должен быть частью еврейского народа утром и вечером читать Шмай и благословлять Бога. Ну, а там в Евангелии совсем другие идеи. Там Иисус Христос взял на себя боль людей, создал учеников, которые потом своими усилиями и мучениями как бы выкупили человечество и создали для него новые условия, в ходе которых у людей, по идее, должны прийти идеи не нарушать самые важные заповеди. Не укради. То есть вы хотите мне сказать, что в христианской стране не воруют народные депутаты? Странно. Дальше не убей. То есть в христианской стране не убей. Как-то незаметно. Ну, знаете, очень много там есть заповедей, знаете, для христианских стран это невозможно. Вообще невозможно. А вы о сварогах. Какие свароги? Ольга Пугаченко. Здравствуйте, помогите. Как избавиться от одиночества? Мне 38. Так вы маленькая еще, 38. Красивая и так далее. Ну, конечно, вы что? Конечно. Как избавиться от одиночества? Купите мой семинар, который называется быстрое замужество? Практикуйте его, перейдите на первую ступень и выйдите замуж. Не выйдите через два с половиной года, через два года деньги верну. Обещаю. Вот перед лицом товарищей торжественно обещаю. Ну и шо? И будем завершать. Большое спасибо. Сегодня трансляция шла в ТикТоке. Здрасте. Я всех вижу. Дальше она шла в Ютубе. Здрасте еще раз. И она шла в Фейсбук. Доказательства. Итак, Фейсбук пишет Зоя Терехова. Подскажите, пожалуйста, несколько лет собираю коробку с мелочи. Принесет ли она моей семье недвижимость или лучше обменять на золотое украшение? Если оденете золотое украшение, то еще быстрее принесет. Дальше. А здесь что у нас в ТикТоке пишут? Так. А ничего не пишут, я так понял. ТикТок не предназначен, чтобы там кто-то что-то кому-то писал. Ну, еще раз спасибо. Получился великолепный, интересный, по моему мнению, семинар. Надеюсь, он вам был полезен и интересен. Если вы решили пройти первую ступень из атерийской школы Кайлас, переходите в шапке профиля. У меня указан сайт, где можно приобрести ссылку. А она начнется на следующей неделе. Это у нас получается четвертая сейчас, завтра пятая, шестая, седьмое, восьмое, девятого августа. Но покупку уже необходимо совершить сегодня. Еще раз спасибо. До свидания. Мне очень нравится помогать людям. И я надеюсь, то, о чем я рассказал, было полезно и вам, и будет полезно вам и вашим детям в дальнейшем. Еще раз до свидания. До свидания.